Ни одна бюрократия мира не позволяет себе ездить на автомобилях. В сайтах госзакупки журналисты неоднократно вытаскивали это на свет божий, проходят такие вещи, о которых в любом нормальной стране просто говорить было бы стыдно. Это однозначно стоило бы мест любому чиновнику, любому уровню, если он позволил бы себе такую роскошь, как позволяют какие-нибудь зелепупинские чиновники в Тараканском районе России. Журналисты даже составили рейтинг самых дорогих машин в списке Гудкова. Любопытно, что они были куплены как раз все во время кризиса или после него. На вершине списка Audi A6 2008 года. Его приобрел арбитражный суд Воронежской области. Стоимость автомобиля почти 10 миллионов рублей. На эти бюджетные деньги в Воронеже можно было бы построить целый футбольный стадион. Дальше списки Mercedes стоимостью более 9 миллионов рублей. Два таких микроавтобуса приобрел пансионат Газпрома с космическим названием «Союз». Третью строчку самых дорогих служебных машин снова занимает Mercedes. Немецкую намарку купила воинская часть 54 799. Цена автомобиля 9 миллионов рублей без малого. Также средств на себя не жалеют чиновники Российского министерства природных ресурсов и экологии. В 2009 автопарк ведомства пополнился представительским Audi за 8 миллионов рублей. Пустить пыль в глаза за государственный счет любят также и в администрации морского порта Новороссийска. Чиновники прикупили железного коня за 7 миллионов 800 тысяч рублей. Хотя многие, конечно же, могут возразить, что ничего незаконного в этих тратах, в общем-то, нет. В бюджете каждой государственной организации есть строка на хозяйственные расходы. И потратить эти деньги на что-то другое – значит совершить финансовое нарушение. Но вернемся к списку любителей дорогих лимузинов. Обеспечить себя добротным служебным автомобилем за государственный счет – обычная практика, в общем, для многих чиновников. Достаточно вспомнить недавнюю историю с главой администрации Екатеринбурга, которого суд обязал вернуть взятую в аренду машину. Причем полноприводный Mercedes S350 мэр арендовал не у какого-нибудь автосалона, а у местных коммунальщиков. Ну, едва ли автомобиль стоимостью в 6 миллионов рублей использовали для вывоза мусора или обслуживания электросетей.